Пришло время расставить с точки над «и». Здравствуйте! О значимых событиях неделю в ближайшие полчаса. Будут строить стахановскими темпами жилье эконом-класса. Приставка эконом – это не второсортные квартиры, а современные и качественные. Как приобрести такую, да еще и на льготных условиях? Узнаем сегодня. Обманули дольщиков почти на 700 миллионов рублей и собирались обжаловать приговор. Руководители компании «Металлопторг» и ее дочерних структур надеялись на лояльность суда. Что из этого вышло, расскажем. Браслеты не простые, а золотые, электронные, дорогие, по цене эксклюзивных ювелирных украшений. Подробности истории, в которой замешано бывшее руководство Федеральной службы исполнения наказания страны. Будут строить стахановскими темпами. Этот лозунг снова становится актуальным. В России в ближайшие годы будут возводить много нового и комфортного жилья. Такую задачу поставил президент страны. Только застройщик должен понимать, что приставка эконом – это не второсортные квартиры, а качественные и современные. Этот вопрос обсуждали на Совете Приволжского федерального округа. Его провел полпредпрезидентов ПФО Михаил Викторович Бабич. Участие приняли министр строительства России, главы регионов. Самарскую область представлял губернатор Николай Иванович Меркушкин. В последние годы в 63-м регионе ситуация в этой отрасли стала меняться в лучшую сторону. Активно участвуем в федеральных программах. Из аутсайдеров по количеству возводимого жилья уже перешли в лидеры. Ольга Павловская в целом о ситуации, о том, почему нужно поторопиться и какие условия соблюсти, чтобы получить, например, льготную ипотеку, ставка по которой 12%. Одна из самых актуальных и чувствительных тем касается каждого, говорят на совещании – обеспечить доступным и комфортным жильем. Этому вопросу уделяет большое внимание как на уровне президента России, так и в Приволжском федеральном округе. Михаил Викторович Бабич начинает совещание, пожалуй, приятных для присутствующих слов. Конечно, то, что за эти полтора года сделано, оно впечатляет нас, потому что многие вопросы нашли свое решение в нормативно-правой базе, которое принималось по различным направлениям деятельности министерства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, одна из наших болевых точек, в сфере жилищного строительства, развития жилищного рынка, решение вопросов переселения граждан из аварийного жилья и так далее. Даже несмотря на известные экономические трудности, тот временный спад, который мы наблюдали сегодня, в том числе на рынке жилищного строительства, сейчас начинает выправляться. В Самарской области также есть чем гордиться. Из-за аутсайдеров, а долгое время регион мало строил, мы переходим в лидеры. Задача, поставленная президентом, выполняется. В последние годы ряд вещей сдвинулись. Мы вот особенно в прошлом году и сейчас в первые месяцы текущего года много сделали для того, чтобы иметь землю. И практически мы эту проблему почти решили. Мы получили с федеральным бюджетом дополнительно примерно тысячу гектаров земель вокруг Самары, которые позволят нам очень многие проблемы застройки решать. Мы сейчас вокруг Тарляти дополнительно получаем в общем наше распоряжение земли, в том числе распоряжение жилищно-потечной корпорации Самарской области, САВЖИ, я имею в виду. При этом есть немало проблем. Так Михаил Викторович Бабич обращает внимание на обеспечение жильем льготных категорий граждан. Например, детей-сирот. Сертификаты, которые получают люди, в основном покрывают около 70% от минимальной рыночной стоимости жилья. В этой связи, конечно, мы понимаем, что выдавая такие сертификаты, которые не обеспечены реальным рыночным подкреплением на рынке жилья, мы ставим гражданам, особенно в этой социально не защищенной категории населения, в очень неудобное положение, когда, с одной стороны, государство выполняет свою социальную функцию перед ними, но выполняет ее достаточно формально, не имея возможности ее практически реализовать. Полпред предлагает сделать универсальный подход, то есть нормативы для регионов приравнять к стандарту жилья экономического класса. Этот вопрос будет обсуждаться уже на федеральном уровне. Идет активная работа, отвечает министр строительства ЖКХ Российской Федерации. Михаил Александрович Мини обращает внимание на сниженную ипотечную ставку. Эта мера, на которую пошло правительство России, может решить проблемы многих граждан. Но для этого покупателям необходимо собрести несколько условий. Это должна быть новостройка, эконом-класса, первый взнос от 20%, максимальная сумма кредита 3 миллиона рублей, приобретаемое жилье должно быть единственным. В этом случае ставка по ипотеке составит 12%. Я хотел бы, чтобы наши жители Самарской области как можно быстрее воспользовались вот этими возможностями, потому что все-таки суммы определены пока бюджетом ограниченные. 20 миллиардов рублей на то, чтобы ставка была 12% может, если люди будут активны по стране, может этой суммы на каком-то этапе, в общем, не хватит, не хватать. И это тем очень важно, что правительство Российской Федерации решило, и сейчас уже пошло увеличение количества ипотечных кредитов в марте месяца, и у нас, и в целом по стране, по округу сейчас тоже докладывали. Отмечу, ограничение по сумме кредита не такое уж и ограничение, что касается именно стоимости квартиры. Ее ценник может быть и 6 миллионов, но в этом случае первый взнос должен быть больше, чем 20%. Тогда условия программы будут соблюдены. Говорили на совещании о тех россиянах, которые уже взяли ипотеку, и сейчас по финансовым возможностям подтянуть ее не могут. Государство им поможет, но делить на тех, кто взял кредит в валюте и рублях, не будет. Все равны. На поддержку из бюджета выйдет 4,5 миллиарда рублей. Этого хватит примерно на 35 тысяч семей. То, что касается критериев. Сейчас идет над ними работа, при том, это публичная работа. Мы вместе работаем с депутатами Государственной Думы, с Центробанком, с представителями крупнейших банков, которые работают в ипотеке. В ближайшее время мы их опубликуем. Там, безусловно, будет важным фактором, что помощь будет всего лишь на год. И порядка 40% от общей нагрузки ипотечного обслуживания, ипотечного кредита. То есть мы будем давать возможность людям в течение года постараться восстановить свою платежеспособность своей семьи. За последние годы в Самарской области ситуация на рынке жилья стала стабильнее. Сразу несколько крупных проектов, в том числе и по строительству эконом-класса. Глава Пензенской области, он возглавлял рабочую группу по подготовке к этому совещанию, не раз в своем докладе приводил пример Самарской области. Коэффициент доступности жилья по итогам 2014 года по округу, по сравнению с 2013 годом, практически остался неизменным и составил 3,61. Лучшие значения этого показателя достигнуты в республике Татарстан, Пензенском крае и Самарской области. Говорят на совещании о том, как должно выглядеть жилье эконом-класс, это не означает плохие и непрезентабельные квартиры. Современные технологии позволяют, тем более, что необходимо учитывать и мировой опыт. Напомню, неделю назад крупная китайская корпорация предложила возвести в Самаре недорогие дома, а строить, как показала практика, представители народной республики умеют. Обсуждает и арендное жилье. Министр строительства особо отмечает эту тему. На ней акцентировал внимание и президент Владимир Владимирович Путин. Еще в 2013 году. С чем я абсолютно согласен и что, я думаю, все мы должны поддержать, это развитие рынка арендного жилья. Совершенно точно. И не только в нашей стране, а в других странах развивается очень... Ну, к сожалению, наоборот, в нашей стране он не развивается так быстро, как развивается в других странах, а на это нужно обратить внимание. Внимание обратили. В Самарской области старт проекту уже дан. Первый дом будет предназначаться для работников ООО «Кузнецов». Вообще же, согласно исследованиям, сейчас в регионе уже есть спрос как минимум на 9 тысяч таких квартир. Работать в этом, как, впрочем, и в других направлениях в 63 регионе, будут активно. Тема, она, еще раз хочу сказать, исключительно важная. И задача стоит, чтобы в этом году, в 2015 году, не сократить объемы строительства прошлого года, а наоборот, сделать еще один шаг. Потому что мы за последние 4 года значительно увеличили в 1,8 раза объемы жилищных строителей в Самарской области. Мы одни из лидеров, в тройку лидеров по флоу входим, по темпам роста, да и в стране в десятку. Мы лидеров по ним очень важны, эту динамику, этот тренд там сохранить. Жилищно-коммунальная отрасль очень важна, и спустя рукава работать нельзя. Об этом говорил губернатор с руководством компании «Российские коммунальные системы». С этого года ее возглавляет Павел Анатольевич Курзаев. Сейчас он ездит по регионам, чтобы, цитата, узнать, что думает об их работе власть. А власть на самом деле на эту тему думает много чего. Как говорят, в ЖКХ всего три буквы, а сколько смысла и проблем. Губернатор призвал компанию ускориться, чтобы аварийности было меньше, да и стоить это может подешевле. Для этого нужно быть в тренде импортозамещения. Надо обратить внимание на отечественных поставщиков-комплектующих, а не работать по привычке с иностранными компаниями. На встрече шла речь о том, какие работы уже сделаны и как много еще впереди. Представители компании сообщили, что в Самаре установлено четыре новых регулятора давления, две воздуходувки, появились и частотные регулируемые преобразователи. На станциях было проложено около десяти километров новых сетей, обеспечивающих воду. Вложения в коммунальные системы Самары составили 415 миллионов рублей, хотя изначально планировались лишь 278. Инвестиционная программа на 2015 год составит 880 миллионов. В первую очередь будут модернизированы городские очистные сооружения. Все эти меры направлены на уменьшение аварийности, отразятся и на качестве воды, естественно, в лучшую сторону. А сколько у нас сети по воде и по канализации? Полтора тысячи километров по воде и 1200 по канализации. Полторы тысячи по воде, если по 10 километров делаем? У нас есть предложение. У нас есть предложение, как нам эту проблему решать. Ну, в таких масштабах за последние пять лет практически не делают. Руководство компании уверяет, что большое внимание они уделяют качеству оборудования, покупают в основном технику за рубежом. Хотя с предложением губернатора более внимательно просмотреть и отечественный рынок согласились. В России есть заводы, выпускающие и поставляющие в другие страны мира, например, частотные преобразователи. Есть в стране производители, которые производят эту технику очень давно, очень давно и на высоком уровне. Понятно, что наши собственные они намного дешевле. Если они отвечают мировым стандартам, почему не брать? Абсолютно с вами согласен. Почему не брать? Давайте на этот вопрос деталь не изучим. Технику новую еще предстоит закупать, поэтому не исключено, что следующие партии будут приобретены уже на отечественном рынке. Также представители компании рассказали главе региона о ближайших планах. Так в Тольятти появится буквально сердце всего предприятия. То есть в том числе всех филиалов, работающих в России. Именно в Автограде будут вестись финансовые отчеты. Будет расположена бухгалтерия. Число планируемых работников составит 150-200 человек. Тольятти выбран в том числе и потому, что легче найти высококвалифицированных специалистов. Мы собираемся открывать как РКС целиком уже общий центр обслуживания, который будет обслуживать 12 территорий, на которых работает РКС. Это бухгалтерия, это финансовая служба, юридическая. Открываться он будет в Тольятти. То есть, собственно, вот этот вопрос также обсуждался с губернатором. Мы нашли взаимопонимание, потому что нам кажется, это было бы полезно и для города, который Тольятти все-таки такой город сложный, но и для области в целом. В ходе встречи обсуждался вопрос тарифообразования. Так, между РКС областным правительством был заключен долгосрочный договор, который будет регулировать цены на воду и даже может позволить в перспективе снизить тарифы. Еще о жилье, теперь о долевом строительстве. Любопытная история развернулась на этой неделе в суде операционной инстанции. Руководители компании «Металлапторг» и ее дочерних структур, они обманули дольщиков почти на 700 миллионов рублей, пытались обжаловать приговор. Напомню, Андрея Сорочайкина, Дмитрия Щербинина и Дмитрия Ельчининова осудили еще в декабре прошлого года. Лишили свободы на срок от 6 до 7 лет. С 2003 по 2010 они заключали договоры долевого строительства, обещая возвести несколько жилых домов, которые в итоге так и не построили. Потерпевшими по делу признали 273 человека. Из зала суда наш следующий материал. Несколько десятков зрителей едва вмещаются в зал судебного заседания. С экрана люди до боли знакомые. Прямиком из изолятора якобы правды ищут те, кого уже по приговору назвали мошенниками. Изумленный зал, они же обманутые дольщики. В очередной раз слышат весьма странные доводы и попытки оправдаться. Что касается этого дела с дольщиками, во-первых, военные не меняются. Я легко это доказывал и суду, и любому следственному органу, и буду доказывать. Это предпринимательская деятельность. Любая сторона, учащая в данном предпринимательском процессе, делает ради выгоды получения прибыли. За счет строя страха резко. Трое главных фигурантов Андрей Сорочайкин, Дмитрий Щербинин и Дмитрий Ельчининов в декабре прошлого года их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Попытались обжаловать приговор. Его застройщикам металлопторга вынесли еще в декабре прошлого года. С 2003 по 2010 они заключали договоры долевого строительства, обещая возвести несколько жилых домов, которые в итоге так и не построили. Потерпевшими по делу признали 273 человека, а общий ущерб оценили в более чем 670 миллионов рублей. Кроме того, доказали и хищение 14,5 миллионов бюджетных средств. Их застройщики получили в качестве субсидии от областного министерства экономического развития и должны были провести реконструкцию инженерных сетей, чего тоже не сделали. Адвокат Дмитрия Щербинина настаивает на том, что украденных денег у их подзащитного нет и не было. Он вообще был наемным работником. А вот Дмитрий Ельчининов публично раскаялся и пообещал возместить ущерб, если его отпустят, и попросил прощения. К изворотливости и игре на публику, казалось бы, уже все привыкли. Махинаторы орудовали по двум схемам. По одной часть дольщиков и вовсе осталось без права собственности. Официально, якобы добровольно. До последнего, доверяя застройщику, они подписали документы, по которым, по факту, права на управление вложенными финансами переходили к нему. По второй, ситуация для дольщиков тоже печальная. Объекты, в которых должно было быть их законное жилье, перепродали на зачаточном уровне строительства другим фирмам. Новостройка на улице Карбышева в Самаре. Дом заселен, и счастливые жильцы уже успели обустроиться. В отличие от тех, кто еще совсем недавно мог оказаться на их месте. Новая трехкомнатная квартира Алексея Ефимова должна была быть в этом доме на восьмом этаже. Но долгожданного новоселья за несколько лет так и не дождался. Мошенники присвоили наши денежные средства и обманным путем передали эту строительную площадку другой организации, которая уже сама достроила этот дом и сама во второй раз уже продала эти квартиры уже честным покупателям, хотя и мы тоже не являемся честным. Теперь правды искать придется в суде. Дольщики намерены обжаловать прежнее решение, ведь согласно ему несостоявшиеся собственники не имеют права на возмещение ущерба. Резонансное дело получило широкую огласку еще летом прошлого года. Тогда по настоянию главы региона стали наконец называть имена недобросовестных застройщиков. Следили за громкими делами и в СМИ. За два года количество обманутых дольщиков удалось сократить с 20 тысяч до 2,5 тысяч. И как отмечалось, истории этих людей самые сложные. И все же задача была поставлена. Тема обманутых дольщиков должна быть исчерпана в Самарском регионе к лету этого года. Что же касается обжалования приговора застройщикам металлокторга, то доводы сторон судейская коллегия выслушала, а вот приговор в итоге оставила без изменения. Андрей Сорочайкин проведет в колонии общего режима 7,5 лет, Дмитрий Щерпинин 7, а Дмитрий Ельчининов 6. Браслеты не простые, а золотые, электронные, дорогие, по цене эксклюзивных ювелирных украшений. История, в которой замешано бывшее руководство Федеральной службы исполнения наказания, обещает быть громкой. На этой неделе Следственный комитет страны предъявил обвинение в мошенничестве высокопоставленным сотрудникам тюремного ведомства. Экс-руководителю ФСИН России Александру Реймеру, его бывшему заму Николаю Криволапову, директору Центра информационно-технического обеспечения и связи Виктору Определенову и гендиректору коммерческой организации Николаю Мартынову. Статья Уголовного кодекса, по которой начато дело, подразумевает самую тяжелую разновидность мошенничества, совершенную в группе по предварительному сговору и в особо крупном размере. По версии следствия, в 2010-2012 годах обвиняемые обогатились на электронных браслетах. Их носят осужденные к ограничению свободы или находящиеся под домашним арестом. Закупали устройства по завышенным, это мягко говоря, ценам, не 19 тысяч рублей за штуку, а 108 тысяч. А если они не стационарные, а мобильные, то аж за 128 тысяч. Незаконно выручить удалось более 2,5 миллиардов рублей. Примечательно, что до назначения во ФСИН Александр Реймер с 2006 по 2009 руководил ГМВД России по Самарской области. И электронные браслеты изначально разрабатывались жигулевским холдингом «Мета». Как сообщает российская газета, в январе этого года компания свернула свое участие в процессе производства браслетов, поскольку новое руководство федерального ведомства расторгла отношения с Меты и отказалась оплачивать уже изготовленную и отгруженную продукцию на сумму около 200 миллионов рублей. Такие золотые украшения сами подозреваемые вряд ли наденут. Если вина будет доказана, то бывшие сотрудники ФСИН отправятся в знакомые места лишения свободы на срок до 10 лет. Иностранные компании, несмотря на непростую экономическую ситуацию, не собираются сворачивать производство в Самарском регионе. Например, французы заявили, что пришли к нам всерьез и надолго. Это представители компании «Шнайдер Электрик». Уже 18 мая состоится закладка камня в строительство нового завода. Известно, что в торжественной церемонии примут участие посол Франции в России и глава региона. На автовазе тоже настроено решительно. Отвоевывают долю отечественного рынка, увеличивают продажи, и выстраивают отношения с поставщиками. Ольга Павловская обо всем по порядку. Пока в целом автомобильный рынок переживает не лучшие времена, автоваз завоевывает все новое пространство. За первые три месяца завод произвел 134 тысячи автомобилей. Доля на российском рынке составила более 20%. Таких показателей тольяттинцы рассчитывали достичь лишь через 3-4 года. Что называется, кому-то кризиса, кому-то шанс на место под солнцем. Увеличились практически в два раза продажи за рубеж. Правда, нельзя сказать, что все это благодаря лишь непростой экономической ситуации и курсу валют. Принципиально изменилась сама стратегия развития предприятия. Задача – хорошее качество, а значит и конкурентоспособность. На встрече с главой региона обсуждает и работу с производителями автокомпонентов. Бу Андерсон сообщает, совместно с госкорпорацией Ростех проводится реструктуризация предприятий. Ряд крупнейших поставщиков перейдет в управление автоваза. А значит, контроль станет гораздо жестче. Некоторые поставщики уже давно привыкли, что автоваз берет и проглатывает все, что можно. И качественно, и некачественно. А потом потребитель в итоге все за это будет отвечать. Сейчас стратегия полностью изменена. И нужна машина качественная. Все компоненты, все поставленные, нужны очень качественные, современные, модернизированные и так далее. В этом отношении тоже большая работа уже проведена и ведется большая работа сейчас. Ежегодно автоваз закупает комплектующие на общую сумму 140 миллиардов рублей. Среди поставщиков и Шнайдер Электрик с руководством компаний также в этот день встречается глава региона. Уже в мае в Самаре начнется строительство французского завода. Гости с оптимизмом смотрят на перспективы работы в 63-м регионе. Если вначале были трудности с оформлением документов, то сейчас это уже в прошлом. Губернатор Самарской области держал ситуацию на контроле и способствовал решению проблем. Мы очень хорошо понимаем, насколько это важно в высокотехнологичной отрасли, чтобы базировались в том числе в Самарской области. Шнайдер Электрик очень активный, мы знаем, сотрудничает с Россией в целом. Отношения сложились очень добрые на всех уровнях в стране. И для нас тоже это очень дорого. И мы хотим, чтобы эти традиции не только продолжались, но и укреплялись. Жан-Луис Стази, он возглавляет французскую компанию в России и СНГ, подчеркивает, в Самарской области Шнайдер Электрик надолго. Не пугает и нынешняя экономическая обстановка. Когда есть поддержка, можно с уверенностью двигаться дальше. Николай Иванович, вы, наверное, в курсе, для нас Россия является четвертой страной по важности в бизнесе. В России у нас 13 тысяч сотрудников, и в Самаре находятся наши самые крупные предприятия. Мы хотим, чтобы Самарская область стала платформой для наших будущих инвестиций и проектов. Говорят и о системе образования. Глава региона рассказывает о планах по объединению самарских вузов. Цель – войти в топ-100 мира. А это значит, что в 63-м регионе будут готовить специалистов на принципиально другом уровне. Сейчас идет активный процесс создания одного университета. Крупного. Который будет правительство Российской Федерации дополнительно поддерживать, для того, чтобы вводить его на уровень самых передовых университетов мира. Мы готовы инвестировать именно в эту отрасль, именно в образование, потому что благодаря этому мы получим в дальнейшем замечательных сотрудников. Этот вопрос стороны явно еще более подробно обсудят. Заинтересованность в сотрудничестве есть. Подобные встречи будут проводиться несколько раз в год. И в заключение еще одна тема, уже социальная. На этой неделе в Ярославле прошел Всероссийский форум соцработников. Более тысячи специалистов, четыре площадки для дискуссий. Была там и делегация Самарской области. Нам есть чем поделиться. В регионе впервые за последние 18 лет зафиксирован естественный прирост населения, в том числе и на селе. К тому же удалось выстроить работу по поддержке малоимущих граждан. Как работает так называемый социальный контракт и, собственно, о самом форуме расскажет Ирина Трофимова. Многодетная мама, сельский житель и предприниматель. Еще совсем недавно Татьяна Ивановна Балабанова, ее муж и трое детей считались малоимущей семьей. Любимое дело – шитье. Приносило доход небольшой. Старая машинка не позволяла делать и половины швейных операций. С помощью социального контракта получила чуть больше 30 тысяч рублей. И этого хватило, чтобы развить свой бизнес и начать зарабатывать больше. Новая техника, современная швейная машина, отпариватель и оверлок позволили заняться производством штор. Ну даже вот в связи с приобретением этого парового генератора появились сейчас заказы на отпаривание просто вот вещей. И получилось так, что если раньше я могла только браться за мелкие какие-то швейные работы, сейчас уже можно, как говорится, вот приносили куртки, пальто отпаривать. То есть уже даже, получается, этим стало тоже зарабатывать. По закону рассчитывать на такое финансовое подспорье имеют право только те семьи, чей доход ниже прожиточного минимума. Необходимо составить заявку и подробный план реализации денег. В дальнейшем использование по назначению нужно будет подтвердить отчетом. В одном только Борском районе за прошлый год такой мерой соцподдержки воспользовалась 41 малоимущая семья. В целом в регионе оформили 1791 контракт. В основном деньги брали на развитие личного пособного хозяйства. Чаще всего люди покупали корову или другой крупный рогатый скот. Суммы невелики до 35 тысяч, но оказывается вполне достаточные, чтобы прокормить семью. Мы анализировали вот тот эффект экономический, который получают эти семьи, то в рублях он может быть не очень большим, поскольку вот от 100 рублей до 1700. Но тот эффект, который получают в личном подсобном хозяйстве, он, конечно, покрывает самопродуктовую корзину этих семей и решает проблемы, в том числе и продовольствие. Мера адресная и действенная, как показала практика, такие и искали на Всероссийском форуме соцработников в Ярославле. Участие в нем приняло более тысячи сотрудников сферы. Кстати, самарской делегации там было что рассказать. По итогам прошлого года в регионе впервые за 18 лет естественный прирост населения. В основном за счет рождения второго и третьего ребенка. Областное правительство оказывает поддержку студенческим семьям с детьми. Ежемесячно им выплачивается 3000 рублей на каждого ребенка. Кроме того, в регионе действуют единовременные выплаты в размере 1500 рублей к празднику Пасхи. Семьям с четырьмя и более детьми. Оправдала себя как мера поддержки и программа социального контракта. Я о чем хотела бы здесь, уважаемые коллеги, обратить ваше внимание? На разработке дополнительных мер стимулирования оказания социальной помощи за счет программы социального контракта. И посмотреть ряд мероприятий, которые бы позволили семье выйти из трудной жизненной ситуации по средствам социального контракта. И дать возможность родителям заниматься образованием, воспитанием детей. И соответственно в рамках программы социального контракта. Вот это если бы мои коллеги поддержали, я бы хотела включить в резолюцию. Инициативу поддержали, но на этом работа самарской делегации на форуме не закончилась. Сразу после дискуссии переместились на пленарное заседание. По сути, открытую площадку для общения. Предложения и вопросы к премьер-министру страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву звучали прямо из зала. Не остались в стороне и самарские участники. На форуме одобрили сразу несколько инициатив делегаций из Самарской области. Одна из них касалась выплат для детей от полутора до трех лет. Такая мера социальной поддержки существует и сейчас, но суммы минимальные. И вот как предложили решить эту проблему. Нужно выделить категории нуждающихся, выработать критерии оценки этой нуждаемости. И все-таки решить вопрос о установлении пособия до трех лет для малоимущих граждан с детьми. Как вы к этому относитесь? Вы нас в этом поддержите? Очень мы на это рассчитываем. Ольга Рудольфовна, я к этому отношусь превосходно. Это самый правильный подход, который только может быть. Именно адресный подход. Вот мы не должны размазывать все это тонким слоем по всем категориям людей. Что такое 50 рублей? Ничего. Один доллар. Кому нужно это пособие? Никому. Давайте посчитаем, что мы можем сделать. Выделим определенные категории наших семей или мам, которые нуждаются в таких пособиях. И уже их будем финансировать совершенно на других началах. Общение в таком формате, причем в разных сферах, традиция. В прошлом году подобный сельскохозяйственный форум прошел в Волгограде, а жилищно-коммунальный в Челябинске. Тогда многие из предложений участников премьер-министра страны взял за основу поручений в адрес федерального правительства. Гараславский форум соцработников исключением не станет. Точки над «и» пока расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова